Здравствуйте! Приветствую вас на нашем канале, посвященном утеплению и отделке фасадов. Сегодня я продолжу рассказ, как несколько лет назад производились работы по утеплению и отделке пенополистиролом и минераловатной плитой фасадов таунхаусов. Как из пенополистирола изготавливались декоративные элементы, монтировались на фасады, обрабатывались базовым армирующим слоем из клея и стеклотканевой сетки, как наносилась камешковая декоративная штукатурка. На объекте применялась технология материала церезит. Для приклейки пенополистирола использовали клей СТ-83, для приклейки минваты клей СТ-180, для базового армирующего слоя по пенопласту СТ-85, по минвате СТ-190. Также использовали кварцевую грунтовку СТ-16, силикатно-силиконовую, окрашенную в объеме декоративную штукатурку СТ-174-1,5 мм. В предыдущих частях фильма я рассказывал, как начинались работы по утеплению и отделке фасадов таунхаусов, построенных из газобетона. Я рассказывал, как производилась первичная планировка участков, как устанавливались леса, производилась провеска фасадов, приклеивалась минераловатная плита. Ранее мы с вами подробно остановились на приклейке минераловатной плиты. Я вам рассказал, как производилось дюбелирование бийскими дюбелями с длинной и короткой распорными зонами. Базовый армирующий слой начали с установки диагональных и внутренних косынок, с установки уголков по углам оконных откосов, с устройства базы на откосах. После приклейки приступили к грунтованию поверхности минераловатной плиты клеем СТ-190. Клей вдавливали в минеральную вату тонким слоем, дали высохнуть. Это позволило выявить все неоднородности верхнего слоя минераловатной плиты. Неоднородности проявили себя пузырями. После высыхания грунтовочного слоя места пузырей были стесаны и вторично огрунтованы. При необходимости эта процедура повторялась 2-3 раза. Только после предъявления пригодной к устройству базы поверхностей, рабочие смогли получить разрешение на продолжение работ. После подготовки поверхности основания рабочие нанесли клей Церезит СТ-190 и в него втопили фасадную стеклотканевую сетку Крепикс Боутекс Еврофасад 2000. Сетка устанавливалась с минимальным нахлёстом рулона на рулон 100 мм. Рулон фасадной сетки устанавливали в вертикальном порядке. Старались большими кусками сразу на несколько этажей. Все примыкания фасада к цоколю обрабатываются сеткой, уголками и капельниками сеткой, чтобы везде были нахлёсты и конверты. Двери были установлены заранее, поэтому пришлось делать развернутые откосы, чтобы при открывании дверь не задевала откос. Как я уже рассказывал в другой части фильма, пенополистирол использовался для утепления перекрытий снизу, а также для отделки балконов снизу и с торцов. Сверху на торцы балконов были приклеены пенополистирольные карнизы. Пенополистирольные декоративные элементы со всех сторон обрабатываются клеем со стеклотканевыми сетками. Сетка выходит из-под декоративного элемента, оборачивает торцы и выходит на плоскость. При работе со сложными декоративными элементами используется архитектурная сетка 2х2 мм. Она позволяет обрабатывать базовым армирующим слоем все самые сложные изгибы и ступени. Базовым армирующим слоем вначале обрабатывали мелкие декоративные элементы. На поверхность декоративного элемента нанесли клей. Дальше в этот клей втопили архитектурную сетку. Вначале приклеивают край сетки, а потом приклеивают сам декоративный элемент. На фотографии рабочий втапливает сетку на сложном декоративном элементе. На фотографии вы видите декоративный элемент в базовом армирующем слое. Осталось выполнить финишную перетяжку клеем ST85. В предыдущей части фильма я рассказал, как монтировались массивные пенополистирольные арки. Как они обрабатывались базовым армирующим слоем сеткой. На сложных элементах для втапливания сетки используется кисть. Пенопластовые массивные арки в базовом армирующем слое. Базовый армирующий слой на карнизах по периметру балконов. Верхнее обрамление окон в базовом армирующем слое. А вот как это выглядит вблизи. Перед нанесением декоративной штукатурки наносим кварцевую грунтовку Церезит ST16. Кварцевая грунтовка наносится макловицей. Структурно напоминает бетон-контакт, но окрашена в объеме. И при желании может колероваться в различные цвета. Вот так вот выглядит поверхность после нанесения кварцевой грунтовки Церезит ST16. Для ускорения нанесения декоративной штукатурки настроили торкрет-пистолет. На небольшом фрагменте отрегулировали вязкость штукатурки и диаметр сопла. Дальше приступили к нанесению силикатно-силиконовой декоративной штукатурки на декоративные элементы. Штукатурка Церезит ST174. Фактура камешковая. Вот так вот напыляется декоративная штукатурка на декоративные элементы. А вот как выглядит камешковая декоративная штукатурка, напыленная на фасад. На декоративные элементы наносим декоративную штукатурку напылением, а на плоскостях декоративную штукатурку наносим вручную. Металлической теркой наносим, а пластиковой затираем. Постепенно фасады домов обрели свой окончательный облик. Металлической теркой наносим вручную. Сейчас уже прошло несколько лет. Фасады выполнены со множеством сложных декоративных элементов. Они радуют жителей домов. Дома теплые, уютные и красивые. Металлическая терка наносим, а наносим вручную. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok